В Рижском порту был торжественно открыт новый грузовой железнодорожный маршрут Китай, Казахстан, Россия, Латвия и дальше порт Роттердама. Первый поезд с контейнерным грузом из Китая прибыл в Латвию. В этом поезде всего 41 контейнер, внутри пищевые добавки. Если доставлять груз в Европу морским путем, это займет около 50 дней, а по железной дороге всего 10. Это и быстрее, и выгоднее. То, что мы сделали за последние два года, огромная работа. Прежде никто ничего подобного не делал. В мае мы еще отправили назад в Китай два поезда. Они перевезли производственные установки. Проекты, которые мы сейчас осуществляем, дадут возможность показать предпринимателям, что мы можем предложить такие маршруты и обеспечить регулярное сообщение между Китаем и Европой. Китайские грузы – отличная возможность для латвийской железной дороги и местных портов увеличить объем работы и заработать. Для экономики Латвии это большой вклад. Объем грузов в мире постепенно растет, а инфраструктура – нет. Поэтому компании ищут новые логистические маршруты. В этом случае мы ничего ни у кого не забираем. Мы даем новую возможность владельцам грузов выбрать путь, чтобы удобно доставить груз клиентам. Главная выгода для предпринимателей в том, что они могут доставлять свой товар дешевле. А значит, стоимость груза не будет расти. Все упирается в деньги. Планируется прохождение до 2020 года 200 тысяч контейнеров. Товарооборот между Казахстаном и вашей республикой возрастет по нашим оцентам. Дай бог, чтобы так это было, где-то до миллиарда долларов. Мы думаем, что это очень значительная сумма. Один миллиард долларов – это примерно одна десятая часть всего бюджета Латвии. Поэтому вот уже второй контейнерный поезд из Китая в нашей стране встречают с такой помпой. Главное наладить регулярное сообщение. Мария Иванова, Алексей Иванов, Dautком ТВ.